Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй, ребята, и мы продолжаем с вами проходить Хастл Кастл. Так, что у нас здесь? Смотрю, бойцы у меня подросли, 17 и 30 уровень. Так, на мой замок было нападение, потерь, к счастью, нет, и это хорошо, ребята. Так, что мы дальше можем сделать? О, ребята, спасибо вам за сундучки, и сейчас я отправлю вам тоже. Так, ну что, с сундуками я покончил, забираю свой приз, и 7 сундуков я уже имею. Так, ладно, немножко подкопим, и потом я их сразу всех скопом и открою. Ладно, ребята, давайте соберем ресурсы, смотрю, у меня порт получил 11 уровень, забираем яблочки, и может быть на карту? Хотя, ага, ребята, у нас здесь вторжение, и это меня радует, значит, будем с вами бомбить орков. Хотя бы потому, что с них будут выпадать сундуки, точнее, за победу над ними мы будем получать сундуки, с которых есть вероятность получить что-нибудь вкусное и полезное. Ладно, первый отряд у нас пошел, и смотрите, какой он довольно сильный был, а? Ёлки ты палки, да ну нафиг, мы здесь никак не можем проиграть. Уж еще не хватало, чтобы я орком проигрывал, хотя был, по-моему, такой момент когда-то, но только не сейчас. Все замечательно, мы получаем свой сундук, и продолжаем, ребята. Ага, что мы продолжаем? Мы идем отхиливаться, это в первую очередь. Итого у нас уже 8 сундуков. Плотник у меня получает 8 уровня. Так, с манной у меня все пока нормально. Ребята, да слишком долго еще будет у меня делаться тронный зал. Здесь пока ничего не надо. 20 часов, я даже не знаю, за 20 часов, в принципе, можно подкопить денег на будущий апп. Верно? Я думаю, что верно. Чтобы не было такой ситуации, что у нас тронный зал сделался, а мы ничего не сможем потом приобрести себе. Поэтому, как говорится, заранее, заранее мы подготовимся к этому. Давайте-ка с вами перетащим этого персонажа сюда. Благодаря этому, ребята, мы на 2 часа с вами сократили строительство тронного зала. И это хорошо. Ну что ж, давайте меняем. Один у меня уже отхилился. Осталась краса. И маг. Ладно. Ну что ж, подождем маленечко, да? Так, подожди, давайте вот так вот поменяем. Потому что алхимик пускай добывает алхимию. А эта девчушка у нас все равно не одетая. Поэтому будет стоять там, в тронном зале. И всячески способствовать его развитию. Ну что ж, ребята, осталось маленечко. И с вами быстренько пойдем на карту. Древесинка у нас тут подкопилась маленечко. Так, бассейн маны. Я смотрю, что без тронного зала я абсолютно ничего не смогу проапать. Вообще. Поэтому, ребята, так сказать, здесь тупиковая ситуация. Что прогресса у нас сейчас никакого не будет. Так, возвращаем. И вперед, ребята, на карту бить опять же орков. Где они? Вот. Ого, 50 тысяч мощей. Довольно неплохо, да? Для орочевого отродья. Ну, думаю, никаких препятствий к победе у нас не будет. Все. Вроде бы маги затарились. И можно идти смело их крушить. Ёлки ты палки, да? Смотрите. Их уже тут шестеро. Но зато они какие-то... Подождите, ребята. Так. Маг, держись. Не падай. Не падай. Потому что ты мне нужен. Вот. Именно для этого. Чтобы воскресить мою красу. Ну, а дальше, я думаю, мы затащим. Да. Тут, в принципе, без проблем. Даже один лучник у меня справился бы. С этой шелупенью. Ну, что же. Получаем, ребята, свой сундук. И я думаю, что можно, в принципе, наверное, их и вскрыть. Как вы считаете. Или еще подкопить. Так. Давайте их на отхил и открывать сундучки. Первый у нас пошел. И... Так. Ресурсы. Ладно. Пойдут и ресурсы. Здесь то же самое. Что-то мне подсказывает, что и в дальнейших сундуках будут тоже одни ресурсы. Да. Так все и выходит. Ёлки-палки. Ну, как же так, а? Девять сундуков, ребята. Неужели ничего не выпадет? Я глазам своим не верю. Так. Ну, с этого у нас только ресурсы падают. Так. Отлично. Ну, вся надежда на эти два сундучка. И... Ёлки-палки. Да не может этого быть. И... И тут тоже ресурсы. Девять сундуков, ребята. Девять сундуков. И ничего хорошего. Да. Так. Что тут? Достижения получили? Ага. За пятьсот открытых сундуков. Неплохо я тут понаткрывал. И еще у нас, ребята, здесь прогресс. За него тоже получаем сундук. И, наверное, мы его сейчас с вами вскроем. Ну, хоть с него-то что-нибудь выпадет нормально, ребята. Ну. Ага. Вот это уже другой разговор, ребята. Сундук нам дал с вами посох. Причем довольно неплохо. Где у меня маг? Ага. Вот он стоит. И у него тоже, в принципе, синий посох. Так. Вот этот, конечно, будет получше на четыреста девяносто. Но только лишь по урону в секунде. А так он не особо-то и хорош. Да и уровень, ребята, неподходящий для моего мага. Жаль, конечно, печалька. Но ничего трагического здесь нету. Так. Давайте-ка мы их отхилим сейчас. Что мы тут можем сделать? Забираем тут, наверное, все. Яблочки. Ну, манна. Манна. Есть смысл ее забирать? У нас ее и так 228 штук. Поэтому никакого смысла нету. И отправляемся опять на карту. Где у нас еще вторжение? Вот. Ну, это вообще просто сейчас разберем на раз-два. Ну что же. Надеюсь, с победой мы долго здесь тянуть не будем. Эта великолепная троечка должна, в принципе, упасть здесь моментально. Так, давай, краса. Последний удар. Отлично. Ну, и разбираем двух лучников. Это тоже все ерунда. Все, они падают у меня. Так, давай, упади. Получаем сундучок. Который мы тоже, естественно, посмотрим. Я, кстати, не посмотрел. Это у нас последнее вторжение? Или было еще на карте? Так, давайте, ребята, отхиливайтесь. Сундук, что-то нам дашь? Давай что-нибудь хорошенькое. Ага, кроме ресурсов он нам ничего не дает, к сожалению. Печалька. Так, и... Тут у меня 16 часов 40 минут еще будет строиться. Да, слишком долго. Улучшить я не могу. Здесь нужны деньги. Ну, я думаю, что смысла нет в этом. И причем будет улучшаться один день. То бишь 23 часа. Просто зашибись. Ну, да ладно. Это все потом. Сейчас все равно этих денег нет у меня. Как бы я особо не заморачиваюсь с ними. Для чего? Потому что... Ну, что тут опять происходит? Ага, опять крыса на меня нападает. Ладно, разносит свою чуму. Так, давай, кошка. Прогоняй, а ее ничего есть здесь сделать. Так вот, о чем я говорю? А, то, что денег мне сейчас не нужно. Ну, как бы деньги вообще-то нужны, но в данный момент нет. Почему? У нас строится с вами тронный зал. Я не могу ничего... Помимо того, пока он не построится, ничего сделать. И копить деньги для того, чтобы на меня нападали игробили, тоже я не вижу смысла. Но так как нам надо что-то делать, ребята, в этом выпуске, мы будем просто с вами ходить и по фану валить игроков. Даже не просто ради денег, а просто так, чтобы хоть чем-то нам себя развлечь. Так, ну что, краса там последние бинты на себя наматывает. И мы сейчас с вами рванем. Да, кстати, орков у нас больше нет. Мы отбили все вторжение. Так, давай, родная, давай. Все, последний бинтик. И давай, пошли воевать. Ну, а теперь, ребята, нам главное определиться, на кого мы будем с вами нападать. Тут у нас довольно приличный выбор. Так, давайте вот этого для начала, как говорится, для разминочки бахнем. Заодно посмотрим, как он себя тут ведет. Так, у него получается что? Два воина и два мага. И я больше уверен, что эти маги либо хилы, либо резы. Так, получается резальщики. Ну, так как у него слабый отряд и мало мощей, естественно, никакой преграды мы не видим. Я даже не использую магию, как вы видите. Все, они падают. И получаем мы 50 тысяч золота. Да. В принципе, ребята, можно эти деньги подкопить, знаете, для чего? Для того, что когда мы сделаем с вами тронный зал, и сразу могли что-то с вами прапать. Я думаю, что это будет неплохой вариант. Так, что можно его, в принципе, и придерживаться. Что Ирина Ирина ничего не может у меня носить. Абсолютно. Она маленькая. У нее всего 17 уровень воина. Печалька. Но зато, ребята, мы можем с вами что-нибудь разобрать. Так. И еще, я думаю, можно одну броньку пустить в расход. А вот какую? Давайте, наверное, нет. Черт подери, какая тут из них так? Шесть. Наверное, вот эта. Так что, как говорится, была, не была. Хуже нам от этого не будет. Ну, а как вы знаете, кристаллы лишними не бывают. Тридцать седьмой и тут тридцать седьмой. Хм. Давайте ее бахнем. Так. Что еще? Ну, тяжи я трогать не буду в данный момент. Они нам еще пригодятся. Сколько вам еще, ребята, здесь? О, там четыре часа. Тут почти час. Да. Долго-долго они у меня тренируются. Ну, а что поделаешь? Такова ихняя участь. Так, деньги. Сколько у нас? 167 тысяч. А минимум нужно, по-моему, 600. Или 750. В общем, мы это потом узнаем с вами. А пока... Ну, что они там у меня отхилились? Нет. Так. Ё-моё. Миллион надо. Миллион. Для улучшения. Конечно, такие деньги с ног сшибательные. Но, тем не менее, мы их накопим. Рано или поздно. Как ни крути. Все. Краса последний бинт натягивает. И с вами, естественно, идем дальше на карту. Смотреть, кто у нас тут еще остался. Врагов, скажем разом, все меньше и меньше. Мухаммед. Мухаммед. Ну что, давай глянем на тебя. В принципе, неплохо. Возьмем тебя на заметочку. Что у нас у Белаза? Так. Он такой же. Так что давайте, ребята, его и разбомбим. Так. Опять, смотрите. Смотрите, по стандарту идут, да? Два воина и два мага. Причем с резом. Ладно. Я смотрю, что-то в последнее время ребята не особо жалуют себе лучников. А мне кажется, что зря. Хотя, кому как. Может быть, у него нет просто хорошего лука. Поэтому зачем ему ставить, естественно. Но у меня все немножко по-другому. У меня наоборот. На арбалетчика все идет пучком. А вот маги, к сожалению, отстают. И меня это немножко как бы расстраивает. Нету хороших посохов на них. Вот и все. Да. Хотелось бы улучшить, но пока не могу. Миллион нужно. Ёлки ты палки. Все уже идет от миллиона и выше. Ну. Казна только 900 тысяч. Но тем не менее, практически тоже миллион. Так же, как идет и сарай. Да. Надо будет, конечно же, ребята, копить деньги. Чтобы просто-напросто в пустую время не простаивать. Вот. В принципе, это будет наша основная цель. Сегодня мы с вами просто пофанимся и подкопим маленечко деньжат на будущий задел. Ну что же, краса у меня отхилилась, ребята. Отправляемся с вами на карту. И будем с вами бомбить очередных игроков. Так. Где у нас тут хорошие ребята? Ну-ка давайте глянем. Ну давайте вот с этого начнем. 21 уровня. 50 тысяч голды. В принципе, неплохо. И 42 тысячи мощей. Ладно, давай посмотрим, из чего ты состоишь. Ага. Один воин и три мага. Я даже не знаю. Наверное, придется магию бомбить. Так. Ёлки-палки. Смотрите, у него воин. Сейчас и будут резать, да? Ага. Так оно и есть. Резают воина. Причем еще отхил. Или нету отхила. Ну это уже, ребята, и не ва... Ага. Смотрите-ка. У него что ли все маги с резом? Да, ну такого быть не может. Неужели проиграю, а? Ёлки-палки. Ребята, вот это нелепо вышло. Ха. Да, у него по ходу дела все три мага с резом. Да. Как... Ооо. Все. Тут, конечно, ребята, печально получилось. Но, тем не менее, минус 24 очка пвп. И меня это устраивает только в том плане, что... Мой рейд падает. И это хорошо для меня. Но плохо то, что я потратил магию. Да, печалька. Ну да ладно, магию-то мы восстановим. А что у нас тут с кактусом? Тоже 50 тысяч у него голды. Так, давайте поставим и посмотрим, из чего этот кактус у нас состоит. Ну-ка, покажи-ка свои параметры. 26 тысяч. Хорошо, возьмем тебя на заметочку. Так, ну что ж, ждем пока мои ребята отхилятся и отправимся дальше. Ну что же, воин мой практически отличился. Давай, возвращайся. И нам, наверное, ребята... Так, ну здесь, в принципе, больше мы ничего пока сделать не можем. Отправляемся на карту, да? Так, давайте выберем кого-нибудь. Мутатор и Локи. Давайте глянем на Локи. 28 тысяч мощей. Будем иметь в виду. Как говорится, поставим тебя на заметку. Тут еще у нас есть Килдар. У тебя сколько? 26 тысяч мощей. Так, еще один клиент, как говорится, созрел. И Мухаммед. Мухаммед. Мухаммеда мы уже смотрели с вами, да? Так. Ну что же, я не знаю. Давайте мутатора проверим. Ну, я думаю, что как это так пройдено. Непонятно, почему это такое. Давайте, вот он, наш родной кактус. Давайте его разбомбим. Заберем у него деньги. А потом примемся за остальных. Не знаю, почему у меня сейчас в данный момент окружают такие слабенькие игроки. Если у меня мощей почти полторы тысячи. А это очень-очень так прилично, скажем. Причем я уже одет. Ну, я не скажу, конечно, что я топово одет. Ну, и не так уже ватно, как было раньше. 50 тысяч голды я имею с кактуса. Давай, краса, иди отхилийся. И там еще нас ждут игроки. Которые тоже хотят получить от тебя тумаков. Ну что, господа, хорошие воины мои созрели. Так что можно отправляться на карту. И давайте с вами приступим за мутобора. А, мутатор. Какой мутобор-то? Ёлки-палки. А он оказывается в игре. Да, это печалька. Ну да ладно. Тогда мы найдем кого-нибудь себе другого. О! Ребята, у нас вторжение есть. И мы обязательно начнем их разрушать. Потому что с них все-таки падает сундук. Он нам пригодится. Так. Ну, в принципе, можно сказать, что никаких особо проблем нет. Хотя войны у них довольно сильные. Все-таки красу они повалили. Ну да ладно. Это не беда. Так. Хорош, 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 хорош. Ребята, вы что творите? Смотрите, что творят эти орки. Ёлки-палки. У меня остался маг и лучник. Да. Только благодаря им я, в принципе, наверное, и затащу. Хотя... Все-таки он мага снес мне. Ну, я думаю, что лучника он так просто не возьмет. Отлично. Сундучок будет наш, ребят. Как ни крути. Мы его сейчас посмотрим. Так, давайте отхиливаться вначале поставим. Так, краса. Давайте все идите отхиливайтесь. А мы глянем сундук. Что у нас из него выпадет? Лук. Ну что же, это довольно неплохо. 461 урон в секунду. А где у меня лучник, ребята? Я не вижу луч. Ага, вот он. Так, и получается... Да, этот лук будет лучше. Но опять же, уровень. Ё-моё. Все упирается в уровень. Надо будет все-таки их раскачивать, ребята. Обязательно, как ни крути. Без этого просто никуда не деться. И как минимум, чтобы был 40 уровень. Практически у всех. Вот это уже будет тогда дело. А этим еще там клепаться очень долго. Да, времени у нас, короче, ребята, валом. Ну что же, давайте подождем, когда они отхилятся. И приступим к дальнейшим планам. Маг накручивает последний бинт на себя. И, ребята, давайте приступим к осмотру карты. Так, Эструм. 69. Давайте разведаем его. Ну, в принципе, можно было бы. Но не сейчас. Давайте посмотрим, кто еще у нас здесь есть. Локи. Локи. Можно, в принципе, локи и развалить. Да, ребята, это, конечно, все хорошо, что я их бью, зарабатываю золото. Но есть один большой минус, ребята. За каждую победу я себе увеличиваю число рейтинга. Ну, число ПВП очков. А, соответственно, и вырастает мой рейтинг. И с каждым обновлением карты меня будут окружать все более-более сильные враги. И смысл, как говорится, в накоплении деньгах от этого уменьшается. Потому что будут на меня делать нападения. Соответственно, будут грабить меня. Ну, как-то так. Так, поэтому тут, как говорится, бабка на двое сказала. Либо рейт, либо деньги. Но у нас еще 17, почти 18 часов впереди. И это очень долго. И надо чем-то, ребята, заниматься. Хоть маломальски. Поэтому мы с вами так и будем поступать. Просто бегать, грабить. Ну, а рейт на худой конец, даже если будут нападать на нас, он будет уменьшаться сам по себе. Так, врагов у нас все меньше. Давайте посмотрим, что такое у нас с килдаром творится. Да, неплохо. Сейчас мы только отхилим свою красу и, наверное, нападем на килдара. Ну, что же, краса моя готова. Можно, ребята, в принципе, отправляться в путь. Опять на меня нападают эти крысы. Будь они неладны. И вот наш дорогой килдар. Здравствуй. Сейчас мы придем к тебе за твоим кушем. Правда, он у тебя не такой уж и большой. Но все-таки нам пригодится. Так, падай, воин, падай. Хватит сопротивляться. Ты же прекрасный видишь, что это бесполезно. Тем более, у тебя даже нету мостика. С этой кукушкой надоедливой, которая там стреляет с лука. Так что, прости. Прости, ничего личного. Просто нужны денюжки. Так, лучник упал. И возвращаемся. 20 тысяч, поймев с него денег. Неплохо. Так, иди отхиливайся. А мы с вами сделали прогресс. О, ребята, вот это вот радует. Я люблю, когда мы получаем с вами синие сундуки. С них все-таки больше шанса что-то выпасть. И я прав, ребята. Нам выпали счеты. А счеты это на казначея. 30-30... Ой. 336 ресурсов в час. Вот, в принципе, и все. Ага, давайте-ка заменим. Это, по-моему, будет слишком слабенько. Вот и другой разговор. Так, а вот эти счеты 168 надо кому-то... А у меня есть кто послажит? Во, вот сюда мы их и поставим. Ну-ка. Да, все подходит по уровню. И как раз замечательно. А вот эти весы, ребята, я не знаю, где у меня... Казначеи учатся. Что-то я уже позабыл немножко. Так, здесь у меня алхимики. Ага, вот казначеи. Так, ты вообще без всего. Вот тебе и поставим весы. Наверное, так же наденем тебе и куртяжку. Чтоб она, как говорится, не хламила мне инвентарь. А тебе все-таки она пойдет на пользу. Ты, как-никак, у меня будущий казначей. Так, что? Ну, у красы еще долго будет отхиливаться. Да. Я бы с удовольствием, конечно, прапал бы этот госпиталь. Но не могу. Все упирается в тронный зал. Как ни крути. Так, Мухаммед, давай-ка мы тебя проверим. Что ты из себя представляешь? Два! Два персонажа и 30 тысяч. Так, надо, ребята, срочно, срочно нападать на него. Это же просто лакомый кусок. И, ну, можно грубо сказать, халява. А, как вы знаете, у нас в России всегда любят халяву. Ну, давай ты, господи. Ну, что ты там так долго, а? Ну, краса, красоточка ты моя. Ну, давай быстрее, отхиливайся. Так. Ладно, не будем ее дохиливать. Просто не хватает никакого терпения. Давайте, где этот у нас? Ага, Мухаммед, давай. Главное, чтобы он был в игре. Так, да бог с ним, что не полный отряд. Ух, ребята, вот это классно. Ну, в принципе, я понимаю, для чего он это сделал. Даже если он своих двух бойцов тренирует, ему идет небольшой плюс в том, что у него будет падать рейд. И при его мощах, да с маленьким рейдом, он, поверьте мне, добьется больше, чем сейчас я своим нападением. Что я тут заработал? 18 тысяч. Это копейки. А у него упал рейд наверняка там где-то на двадцаточку. И ему это идет в большой плюс. Кстати, ребята, у меня остался на карте всего один враг. И еще осталась у меня вот эта вот основная миссия. Я даже не знаю, что мне и делать. Давайте, наверное, попробуем мы все-таки развалить. Есть турма 69? Если не получится, сходим на основную миссию. Я думаю, что это будет правильным решением. Надо только, чтобы отхилилась у меня краса. Как же все-таки долго идет у них отхил, а ребята? Так, ну что мы здесь у нас... Ага, не могу я ничего сделать. У нас все битком. Магическая лаборатория. Опа, ребята, конечно же, мы будем делать улучшение духа льва. Да, и я практически сжег всю свою ману. Ну, да ничего страшного. Так, ну сколько? Все, практически все. Возвращаем ее, ребята. И отправляемся на нашего последнего игрока. Так, сколько у него 42 мощи? Я думаю, что должны затащить. Броньки у него не особо такие мощные. Так, магия пошла. Я не знаю, стоит ли тратить всю. Или оставить маленькое. Ой-ой-ой-ой-ой. Как-то, ребята, здесь кисло. У меня все началось. Да ну нафиг. Да упад... О, все, одного... Нет. У него резы. Так, давай-давай-давай. Там маги остались всего лишь. Ничего. Ну, бомбоните хорошенько. Отлично, отлично, ребята. Все-таки мы справились. 50 тысяч золота я поимел. И у меня уже 374 тысячи золотых. Блин, это, ребята, очень хорошо. Меня это просто радует. Так, вот они мои нападения. Так что... Все у нас с вами хорошо идет. Так, ну и, ребята, осталось у нас, как говорится, заключительное нападение. Это будет у нас на основную сюжетную линию. Так что, думаю, что сейчас своих ребят отхилим и попробуем напасть на тех некромантов. И, по-моему, там еще вроде есть голем, если не ошибаюсь. Так, ну что, ладно, ждем, когда они у нас отхилятся, да? Так, сейчас мы тут посмотрим. А, нет, голема здесь нет. Здесь три некроманта и три лучника. Ну, ничего сложного нету. Только что у них очень много мощи. Думаю, должны все-таки затащить. В общем, сейчас мы с вами это все и проверим. Ну что же, мои воины отхилились. И мы с вами, ребята, готовы напасть на финальную для меня сейчас в этой серии сюжетную линию. В тени древних деревьев. Так. Подожди-ка, почему это у меня не полный отряд? Что случилось, а? Так, давайте глянем. Что там опять произошло? Елки-палки, лучник у меня куда-то, как обычно, побежал, а? Все они неравнодушны к этой жилой комнате, а? Всем не терпится там побывать. Нет там никого, ребята, нету, как видите. Дамочек здесь нет, так что можете даже об этом и не думать. В ближайшее время еще долго этого не будет. Так, ну что, а теперь, ребята, поехали. Не знаю, получится затащить, не получится. Ну, конечно, магию добавляем. Это естественно. Без нее нам там, наверное, делать нечего. Хотя големов нету. И это меня немножко утешает. Погнали, ребята. И смотрим, что у нас из этого получится. Так. Ну что же, некроманты, по идее, должны... Да... А, нет, ну в принципе упали они быстро. Должны упасть... Так, один есть. Ну, 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 давай, ребята, давай. Так, у меня последняя магия. Осталась. Да грохнет это вот. Все, некромант упал. И осталось всего... Да какого лешего этот голем тут творит? Оу, ребята. Печальные, печальные мои дела. Не получится у меня, короче, завалить трех лучников. Хотя одного шибанул. Да почему ты именно это вбежишь? Бил бы... Все, ребята, провал. Да, не ожидал, конечно. Ну да ладно, че ж переживать. В следующий раз мы им отомстим. Ну что ж, дорогие мои. Наверное, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы обязательно с вами увидимся в следующей серии. Жаль, конечно, что долго нам придется ждать, пока еще тронный зал сделается. Но для вас это будет всего лишь минутное дело. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока. До новых встреч.